Доброго всем здравия! Николай Степанович Гумилёв. Русский поэт, прозаик, литературный критик, переводчик, представитель литературы Серебряного века, основатель школы русского акмеизма. Родился он 3 апреля по старому стилю 1886 года в городе Кронштадт в семье корабельного врача Степана Яковлевича Гумилёва. Матушку его звали Анна Ивановна, урождённая Львова. Детство будущего поэта проходило сначала в Царском селе, а затем некоторое время в городе Тифлис. В 1903 году Николай поступил в 7 класс Царско-сельской гимназии, однако, проучившись лишь несколько месяцев, из-за болезни перешёл на домашнее обучение. Затем вновь поступил в ту же гимназию и однажды даже был на грани отчисления из неё, но директор гимназии Иннокентий Фёдорович Анинский, сам одарённый поэт, настоял на том, чтобы оставить такого талантливого в поэзии ученика на второй год. В этом же году юный Николай знакомится со своей будущей женой Анной Горенко, впоследствии Ахматовой. В 1905 году в биографии Гумилёва произошло важнейшее событие. На деньги родителей был опубликован первый сборник его стихов. С учёбой у юного Николая ладилось плохо, но весной 1906 года Гумилёв всё-таки сдал выпускные экзамены и, окончив гимназию, уехал учиться в Сорбонну. В апреле 1907 года Гумилёв вернулся на родину, чтобы пройти призывную комиссию и непременно встретиться с учителем Брюсовым и возлюбленной Анной Горенко. А уже в июле того же года он из Севастополя отправился в своё первое путешествие по Леванту. По завершению Коева вернулся в Париж. Надо заметить, что под наименованием Леванта имеется в виду общее название стран восточной части Средиземного моря, таких как Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Палестина, Египет, Турция и другие. Тогда же поэт впервые побывал и в Африке. Пора наряду с описанием жизненного пути поэта начать приводить примеры его поэтического дара, его стихотворное произведение. Стихотворение «Детство». Я ребёнком любил большие, Мёдом пахнущие луга, Перелески, травы сухие, И меж трав бычачьи рога. Каждый пыльный куст придорожный Мне кричал, я шучу с тобой. Обойди меня осторожно И узнаешь, кто я такой. Только дикий ветер осенний Прошумев, прекращал игру. Сердце билось ещё блаженней, И я верил, что я умру Не один, а с моими друзьями, С мать-мачехой, с лопухом И за дальними небесами Догадаюсь вдруг обо всём. Я зато и люблю затеи Грозовых военных забав, Что людская кровь не святее Изумрудного сока трав. Стихотворение «Песнь Заратустры» Юные, светлые братья, Силы восторга, мечты, Вам раскрываю объятья, Сын голубой высоты. Тени, кресты и могилы Скрылись в загадочной мгле. Свет воскресающей силы Властно царит на земле. Кольца роскошные мчатся, Ярок восторг высоты. Будем мы вечно встречаться В вечном блаженстве мечты. Жаркое сердце поэта Блещет, как звонкая сталь. Горе, не знающим света, Горе, обнявшим печаль. Стихотворение «Ключ в лесу» Есть темный лес в стране моей, В него входил я не однажды, Измученный яркостью лучей, Искать спасение от жажды. Там ключ бежит из недр скалы, С глубокой льдистой водою, Но горный дух из влажной мглы. Глядит, как ворон пред бедою. Он говорит, «Ты позабыл закон, Отсюда не уходят». И каждый раз я уходил Блуждать в лугах, Как звери бродят. И все же помнил путь назад, Из вольной степи В лес дремучий. О, если бы я был крылат, Как тот орел, Что пьет из тучи. В 1908 году выходит Второй из сборных стихов поэта «Романтические цветы», Посвященный Анне Ахматовой. Стихотворение «Неизгладимы». Неизгладимы нет В моей судьбе Твой детский род И смелый взор девический. Вот почему, Мечтая о тебе, Я говорю И думаю ритмически. Я чувствую Огромные моря, Колеблемые Лунным притяжением И сонмы звезд, Что движутся горя От века Предназначенным движением. О, если б ты Всегда была со мной, Улыбчиво благая, Настоящая, На звезды я бы мог Ступить ногой, И солнце б целовал В уста горящие. Стихотворение «Нет тебя тревожней». Нет тебя тревожней и капризней, Но тебе я предался давно, Оттого, что много, Много жизней Ты умеешь волей слить в одно. И сегодня небо было серо, День прошел в томительном бреду, За окном, На мокром дерне сквера, Дети не играли в чехарду. Ты смотрела старые гравюры, Подпирая голову рукой, И смешно нелепые фигуры Проходили скучной чередой. Посмотри, мой милый, Видишь, птица, Вот и всадник, Конь его так быстр, Но как странно хмурится И злится Этот сыновитый бургомистр. А потом читала мне про принца, Был он нежен, Набожен и чист, И рукав мой кончиком мизинца Трогала, повертывая лист. Но когда дневные смолкли звуки И взошла над городом луна, Ты внезапно заломила руки, Стала так мучительно бледна, Пред тобой смущенно и несмело Я молчал, Мечтая об одном, Чтобы скрипка ласковая спела И тебе орая золотом. Стихотворение «Перчатка» На руке моей перчатка, И ее я не сниму, Под перчаткою загадка, О которой вспомнить сладко И которая уводит мысль во тьму. На руке прикосновения Тонких пальцев милых рук, И как слух мой помнит пенье, Так хранит их впечатление Эластичная перчатка, Эластичная перчатка, Верный друг, Есть у каждого загадка, Уводящая во тьму. У меня моя перчатка, И о ней мне вспомнить сладко, И ее до новой встречи Не сниму. В 1909 году Николай Гумилев снова уезжает за границу. Он посещает с экспедициями Синоп, Стамбул, Грецию, Египет И страны Африки. По возвращении поступает В Петербургский университет. Сначала на юридический факультет, Но после переводится на историко-филологический. В апреле 1910 года Николай Гумилев женится на Анне Горенко, Ахматовой. В 1911 году при участии Гумилева Было создано поэтическое объединение цех поэтов, В которые входили Осип Мандельштам, Городецкий и другие. В 1912 году Николай Степанович Объявил о появлении нового художественного течения Акмеизм. Вскоре вышел третий сборник его стихов «Чужое небо». Стихотворение «Жираф». Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд И руки особенно тонкие колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере чат Изысканный бродит «Жираф». Ему грациозная стройность и негодона, И шкуру его украшает волшебный узор, С которым равняться осмелится только луна, Дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, И бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, Когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран Про черную деву, про страсть молодого вождя, Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко, на озере Чад, Изысканный бродит «Жираф». Стихотворение «Солнце-духо» Как могли мы прежде жить в покое, И не ждать ни радостей, ни бед, Не мечтать об агнезарном бое, О ракочущей трубе побед? Как могли мы? Но еще не поздно Солнце-духо наклонилось к нам, Солнце-духо благостно и грозно Разлилось по нашим небесам, Расцветает дух, как роза мая, Как огонь он разрывает тьму, Тело, ничего не понимая, Слепо повинуется ему. В дикой прелести степных раздолей, В тихом таинстве лесной глуши, Ничего нет трудного для воли И мучительного для души. Чувствую, что скоро осень будет, Солнечные кончатся труды, И от древа духа снимут люди Золотые зрелые плоды. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, Гумилев, биография Коева и так была насыщена Неординарными событиями, Идет добровольцем на фронт. В 1916 году Николая Гумилева зачислили В особый пятый гусарский Александрийский полк, Бойцы которого принимали участие В самых ожесточенных сражениях, В том числе и близ города Двинска. В боях проявлял решительность, Отвагу и смелость. В течение всей военной кампании Николай Гумилев был дважды Награжден Георгиевскими крестами. Во время службы в Париже В 1917 году Поэт влюбляется В Елену Дюбуже И посвящает ей сборных стихов К синей звезде. Стихотворение от того, Что я ее люблю. Из букета целого сиреней Мне досталась лишь одна сирень, И всю ночь я думал об Елене, А потом томился целый день. Все казалось мне, Что в белой пене Исчезает милая земля, Расцветают влажные сирени За кормой большого корабля. И за огненными небесами Обо мне задумалась она, Девушка с газельями глазами Моего любимейшего сна. Сердце прыгало, Как детский мячик. Я как брату верил кораблю От того, что мне нельзя иначе, От того, что я ее люблю. В 1918 году поэт возвращается в Россию на родину. Семья, в которой растет сын Левушка, Коему уже шесть лет, По сути разрушена. В итоге все пришло к мирному расставанию, И 5 августа 1918 года Состоялся развод с Анной Ахматовой. Отношения между поэтами разладились давно, Но развестись с правом вступить в новый брак До революции было невозможно. Среди прочего, Анна Ахматова Часто критиковала поэзию Гумилева, И сие нередко приводило к тому, Что поэт просто сжигал свои стихотворения. Кстати, сын Левушка – Это будущий известный советский И российский ученый, Историк-этнолог, Доктор исторических и географических наук, Лев Николаевич Гумилев. Стихотворение Однообразные мелькают. Однообразные мелькают Все с той же болью дни мои, Как будто розы опадают И умирают соловьи. Но и она печально тоже, Мне приказавшая любовь. И под ее атласной кожей Бежит отравленная кровь. И если я живу на свете, То лишь из-за одной мечты Мы оба, как слепые дети, Пойдем на горные хребты, Туда, где бродят Только козы В мир самых белых облаков, Искать увянувшие розы И слушать мертвых соловьев. С 1919 года поэт работает В издательстве Всемирная литература, Преподает, Выполняет переводы С английского и французского. В том же году Гумилев женится на Анне Энгельгард. Стихи поэта Из сборника Огненный столб, Вышедшего в 1921 году, Посвящены второй жене. Стихотворение Прогулка Мы в аллеях светлых пролетали, Мы летели около воды, Золотые листья опадали В синие и сонные пруды, И причуды, и мечты, и думы, Поверяла мне она свои Все, что может девушка придумать, А еще неведомой любви, Говорила, Да, любовь свободна, И в любви свободен человек, Только то лишь сердце благородно, Что умеет полюбить навек. Я смотрел в глаза ее большие, И я видел милое лицо В рамки, Где деревья золотые С водами слились В одно кольцо, И я думал, Нет, Любовь не эта, Как пожар в лесу, Любовь в судьбе, Потому что даже без ответа Я отныне обречен тебе. Стихотворение Кредо Откуда я пришел, Не знаю, Не знаю я, Куда уйду, Когда победно отблистаю В моем сверкающем саду, Когда исполнюсь красотою, Когда наскучу лаской роз, Когда запросится к покою Душа усталая от грез. Но я живу, Как пляска теней, В предсмертный час больного дня. Я полон тайною мгновений И красной чарою огня. Мне все открыто в этом мире, И ночи тень, И солнца свет, И в торжествующем эфире Мерцанье ласковых планет. Я не ищу больного знания, Зачем, Откуда я иду. Я знаю, Было там сверканье, Звезды, Лапзающей звезду. Я знаю, Там звенело пение Перед престолом красоты, Когда сплетались, Как виденья, Святые белые цветы. И жарким сердцем, Веря чуду, Поняв воздушный небосклон, В каких пределах я не буду, На все наброшу я свой сон. Всегда живой, Всегда могучий, Влюбленный в чары красоты, И вспыхнет радуга созвучий Над царством вечной пустоты. В августе 1921 года Николая Гумилева арестовали По обвинению в антиправительственном заговоре И участии в Петроградской боевой организации Владимира Таганцева. Через три недели Ему был вынесен приговор, Расстрел, Исполненный через несколько дней. Точная дата гибели, Серечь убийства, Предположительно, это 26 августа, И место захоронения Гумилева Николая Степановича Точно неизвестны. В завершении передачи Прозвучит стихотворение Завещание. Очарован соблазнами жизни, Не хочу я растаять во мгле, Не хочу я вернуться к отчизне, К усыпляющей мертвой земле, Пусть высоко, на розовой влаге Вечереющих горных озер, Молодые и строгие маги Кипарисовой сложат костер И покорно склоняясь, И покорно склоняясь положат На него мой закутанный труп, Чтоб смотрел я с последнего ложа С затаенной усмешкою губ. И когда заревое чуть тронет Темным золотом мраморный мол, Пусть задумчивый факел уронит В благовонье пылающих смол, И свирель тишину опечалит, И серебряный гонг заревет В час, когда задрожит и отчалит Огневеющий траурный плод. Словно демон в лесу волхваваний Снова вспыхнет мое бытие, От мучительных красных лапзаний Зашевелится тело мое, И пока к пустоте или раю Необорный не бросит меня, Я еще один раз отпылаю Упоительной жизнью огня. В советское время поэт И его творчество, по крайней мере, Со стороны властей, были преданы забвению. Долгое время произведения Гумилева Не печатались вовсе. В конце 1980-х годов В некоторых журналах стали появляться Первые осторожные публикации стихотворений поэта. А в 1992 году Были рассекречены 3 из 253 томов По делу Петроградской боевой организации Владимира Таганцева. Одному из первых в советской России дел После революции 1917 года, Когда массовому расстрелу Всего 96 человек Вместе с убитыми при задержании Подверглись представители Научной и творческой интеллигенции В основном Петрограда. Все осужденные по делу В том числе и Николай Гумилев Были реабилитированы И дело было признано сфабрикованным. Теперь стихотворения И другие произведения талантливого поэта Вполне доступны. Некоторые даже звучат в виде песен. И не могу не сказать. Читайте и вы их. Делитесь ими с родными, С друзьями и знакомыми. Со всеми. Вы слушали передачу Страницы родной поэзии. С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра. Быть добру! Субтитры создавал DimaTorzok